Мир вам, братья и сестры, когда приходишь в гости, всегда хочется сказать самые лучшие, потому что в себя дома можно учить, а у гостях хочется говорить что-то приятное и хорошее. Я сегодня поговорю самую, самую, мне кажется, дорогую истину. Собственно, Библия вся, она дорогая истинная, но самая другая истинная, что является для нас самым большим благословением. Сегодня в наше разгружение о самом великом даре, согрешившем человеку, потерявшем возможность непосредственно общаться с Богом. Что это за дар? Слово Божье. Я понимаю, что это Христос, но он же есть слово, и самое большее, что Бог нам оставил, это оставил нам весь о себе, о добром Боге, о благом Боге, о том, как Он любит человека, что делает для нас, что происходит, Он объясняет нам нашу жизнь, объясняет все такое, что в нашей жизни. Есть такое выражение в этом мире, собака как кусает руку, кормящую или ласкающую ее. Это, кажется, парадоксально такое выражение, что когда, вот, обычно мы говорим, что собака не верные, друзья так не делает, но бывает такое, что так происходит, может быть, собаки так не часто делают, но люди так часто делают, очень в своей жизни. Они пытаются сделать что-то нехорошее тому, кто есть самая большая любовь, что есть самое большее благословение, вообще кто является сутью всего, автором всего, то есть Богу. В созданном Божьем Богом мире существует такой огромный парадокс. Когда человек, как внестворение, бросает злобу и недавание в сторону Создателя своего, источника непостижимой любви и всего неверно прекрасного для него. Это происходит очень часто. Это вообще происходит, и особенно сейчас, когда в мире безумствует... Я недавно читал одну книгу, Патрик Стругодева написал книжку «Новая гражданская религия». Он написал о гуманизме, который сейчас фактически в особой силе, он давно уже был, понятие гуманизма. Видно часто, что гуманизм – это просто какие-то гуманные вещи, ставятся на место Слово Божие. На самом деле гуманизм напрочь исключает Бога и жизни. Человек должен делать только то, что ему нравится, только то, что он считает правильным. Поэтому все вот эти сейчас движения, которые появляются, отвлекаются глупо-безрассудные, они вытекают из гуманизма. Так вот, гуманизм исключает Бога как такого Бога. Человек сам является хозяином своей жизни. И поэтому, получая каждый день дубло, получая каждый день жизнь, получая все необходимое для жизни, человек практически вот эту руку, которая ласкает, которая кормит его, он пытается даже нехорошей вещей в эту сторону. Сатана не только внушил недоверие к Богу, но вложил в безумие обвинять Бога в том, что является следствием только нашего тупоумия, нашего неразумия, скажем так, нашей слепоты, что по сути является попыткой искорбления и обвинения абсолютно совершенного Бога в том, что Он делает что-то неправильное, что Он неправ. И это происходит везде и всюду. И скажете, ну такой мир, мир во грехе лежит, но, братья и сестры, я смирюсь заявить, что это делают и христиане. Почему это дело? Другой вопрос, но на протяжении всех веков люди Божьи делали эту глупость. Иисус сказал такие слова ученикам, Иоанна 8, 31. Тогда сказал Иисус к уверующему иудеям, «Если приводите в Слове Моем, то и истинно Мои ученики, и познайте истинно, истинно делать вас свободными». И 15 глава, 7 стих, «Если приводите во Мне, и слова Мои у вас прибудут, почему не пожелаете, то истинно будет вам». Это очень категоричное заявление. Если мы не приводим в Слове Божьем, если мы не питаемся им, мы не можем иметь свободу из своей жизни. И тогда вопрос вообще, христиане ли мы? Потому что христиане – это люди, которые живут христианской жизнью. И когда, допустим, написано в Слове Тоже не категорично, если приводите в Слове Моем, только тогда вы мои ученики. Больше того, он говорит, «Вы познайте истину, это познание сделает вас способными жить в своей жизнью, оно сделает вас свободными для святой жизни, не для рабства и греха, а для своей жизни». И поэтому человек, который не приводит в Слове Божьем, он не может быть учеником Христа. Потому что Христос это сказал. И это категорично очень звучит, и это действительно правда. Если мы вдумаемся, если мы синхронизируем нашу жизнь, понимаем, что Христос сказал действительно правду, вот так происходит в нашей жизни. Пребывать в Слове – это пребывать в Христе, пребывать в Боге. Это можно поставить на крабельство, потому что через Слово Бог открывается. Слово является утешением, Слово является жизнью, Слово рождает веру, Слово делает наши отношения с Богом возможными, потому что Слово – не просто информация, Слово – это истина, которая меняет нашу жизнь. В нашей жизни, во всех наших действиях, в крыльях Божьих, есть только одна верная точка отсчета – это истина. Если истина не владает в нашем сердце, если мы не от истины поступаем, мы фактически поступаем греховно. Все начинающие расчеты не в той точке – это грех, это выдвижение против Бога, или не за Богом, не по его истине – это движение к проклятию, это движение к тому, что Бог не будет благословлять. В общем, в Библии вот Слово «проклятие» нам очень страшно, но на самом деле проклятие – это потеря благословения, это уже есть проклятие, когда Бог не говорит о добром человеке, он находится под проклятием. Все негативные, все наши разрушенные мечты, все наши разрушенные отношения, наши разрушенные семьи, жизни – это устранение истины, взамен нашей правде, нашему понятию человеческому, очень гуманному, очень красивому, очень часто так тепло, звучащему и красиво. Но на самом деле, когда мы устраняем истину Божию, мы устраняем всякое основание, мы устраняем возможность действительно получать настоящую благо в нашей жизни. И все обретования Божьи, которые есть в Библии, они только для тех, кто познает и верит в истину, открывая себя этой истине. Я хочу сейчас задать вопросы, несколько вопросов, можете отвечать, я просто задаю, чтобы вопросы вы задумались. Когда мы тогда мы ставим вопросы, нас действительно не начинаем больше понимать вообще кое-что из того, что мы хотим понять. Как вы думаете, для чего написана Библия? Или по-другому, есть сказать, для чего Бог дал нам наставления и рекомендации для жизни? Но немножко коляво звучит. Это сделано для добра или чтобы держать нас в напряжении? Библия написана для того, чтобы нам было хорошо или чтобы держать нас в напряжении, чтобы мы где-то там не заблудились, чтобы, знаете, как некоторые, чтобы служба медом не казалась. Написано, что тут вставу ем, так и так дальше. Так вот, Библия, она написана только для добра или чтобы какое-то было напряжение? Или второй вопрос. Как вы думаете, Бог, наставляющий свое творение, Он добр или нет? Он из любви или из ненависти дал законе жизни. Я думаю, ответ очень виден, правда же, мы знаем, что Бог добр. Мы знаем, что Бог есть любовь. Но когда касается то, что Бог нам предлагает, мы здесь оцениваем, и мы как-то, может быть, даже анализируем, и выбираем что-то, как нам кажется умным людям и такие умные творения Божьи, и мы не доверяем нашим выборам, и тому, что Бог дал нам абсолютно доброе для нашей жизни. Я сегодня это покажу просто из Слова Божьего. Скажу вам, откуда у меня возникла идея этой проповеди. Я просто читал книгу Ниеми, и меня очень многие места в этой книге зацепили очень сильно. Я читал, буквально, я чувствую, меня, знаете, очень зацепило. Мы сегодня эти места почитаем. Почему даже искупленные, которые призваны иметь видение от Бога, его мудрость, испытывают какое-то ослепление, они вдруг обнаруживают в себе какие-то глубокие внутренние проявления, далекие от истины. Что-то такое мы обнаружим, не то, что хорошие, мы сами даже знаем, что мы хорошие. Даже не приедая их, допустим, этим ответством Слова Божьего, мы вдруг чувствуем в духе, что это что-то неправильное. Почему мы это ощущаем? Или другое. Как вы думаете, почему существует жестокость между людьми? Почему сильные улетают без сильных? Почему хищники поедают беззащитных, слабых, подобных себе животных? Почему имеющие баснословные богатства готовы отнять последнюю купе и копейку у людей, живущих в проболоть? Почему люди не могут достигнуть состояния полного, безмятежного умиротворения? Всегда есть что-то вызывающее боль, неспокойство, есть недовольство, есть возрешение. Почему это есть в человечестве? Ведь человечество было создано действительно для блаженной жизни, для того, чтобы жизнь была наполнена то, что мы называем счастьем и то, что мы называем блаженством. Вы скажете, да, это существует, потому что это грех. Да, это грех, но если точнее сформулировать, это нежелание слушать Бога. Единственное отвечение, Бог все дал для добра, Бог все сделал для добра, Бог сказал заповеди и для научения для добра, мы не хотим их слушать. Мы даже не пытаемся как-то вникнуть, посмотреть. Я как-то спрашиваю одного человека, ты читаешь Библию? Он говорит, ну, конечно, я в своей жизни прочитал Библию, я знаю, что он писал, я больше ее не читаю. Мы не желаем слышать каждый день, что Бог сказал на каждый день. И все эти дикости, которые я перечислил, это просто громкие глупо. Вот что происходит при отклонении истины Божьей из общества, из семьи, из церкви, из личной жизни. Что происходит, когда мы отвергаем наставление для жизни в попытке установить свои правила, свои понятия. Это для нас явный пример и как безумно отвергать несущность любящих Божьих наставлений. Я не знаю, может быть, это ярче всего видно, когда, например, наши, когда мы взрослеем, когда мы уже имеем семьи, например, женатые, и там бывает что-то не получается, и там очень ясно, очень ярко можно увидеть, как люди отклоняют Божью заповедь и пытаются построить счастье так, как их считают, так, как им кажется правильно, так, как поступали их водители, как где-то в лознате далеко заскрыто. И ты говоришь, ну так же не написано, послушать, ну написано не так, что там написано, я знаю, как правильно, я знаю, как, допустим, достигну счастья в семье, я знаю, как, чтобы там меня уважали, или там меня слушали, и так дальше. И люди напрочь отвергают то, что Бог говорит, и думают построить свое счастье. Евгений 2, 2, 19 стих. Накажет тебя нечестие твое, нечестие делаю живым твое, и отступничество твое обрежит тебя, и так познай, и размисли, и как худо, и как горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страхом вернет тебе, говорит Господь сам Бог. Второе место, Иеремия 4, 18, пути твои, и деяния твои причинили тебе это, от твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Вот написано, что от нечестия твоего ни чьего твое, ни системы, ни слава вокруг нас, от твоего нечестия тебе, доводка, потому что ты оставил слово моё. Потому что, а поэтому и страха моего нет тебе, потому что ты оставил слово моё. И Бог говорит, горько нам только от этого. Не потому, что мы не там живём, не там квартиру получили, не те соседи, не потому, что мы как-то не проглупили, неправильно женились, неправильно замуж вышли, не потому, что мы где-то что-то похлопали в нашей жизни. Мы действительно похлопали только вот здесь, в Слове Божьем. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Позвольте мне сделать заявление, если не согласились, можете потом подойти ко мне. За наше блаженство ответственны только мы и никто другой. И никто другой нашему блаженству не может помешать. Вы скажете, это неправильно, есть же кто-то, кто. Но Бог со своей стороны всё сделал и дал нам добрые наставления для радости и блаженства. И поэтому я говорю, что наше благосостояние, наша радость зависит только от того, от нас, от того, куда мы идём, что мы слушаем, к кому повинуемся, кто для нас авторитет. И поэтому ни плохие люди, ни мужья, ни жёны, ни родители, ни дети, ни соседи, ни начальники, ни власти, ни коррупционеры, ни олигархи делают нашу жизнь горькой, но только мы сами. Я сегодня покажу на своё место сочетание писания, что это теснота. Братья и сёстры, мы живём в мире, где Бог имеет дело с каждым человеком. Если вы даже жили в каком-то, не знаю, проблеме, и которое вообще дикое, на ваше счастье, никто никогда не повлияет. Потому что ваше счастье, ваше благо зависит только от того, как вы относитесь к восстановлению Божьему. Слушаемся мы его или не слушаемся его. Как худо и гонка, что ты оставил Господа, Бога твоего, и страха моего нет тебе. Вот причина. Всегда была и общественная, и личная. И скажите, ну может быть меня плохо на душе, недавно у меня подошёл у него человек, он покаялся, говорит, на душе так тяжело, ну так тяжело, мне буквально физически здоровоет, мне плохо в душе, до тошноты говорит плохо. И мы с ним сначала первый раз встретились, поговорили, помолились, вспомним много чего из своей жизни, он исповедовал, потом приходит и говорит, «Всё, ну давит, ну тяжело мне, так тяжело». Но пришёл не просто сразу давит, он пришёл и уже с бумажкой кое-что записал, я вообще вспомнил, у меня жизнь вот это было, у меня в жизни вот это было, вот это было, от меня несколько человек сделали работы, ну такие всякие, серьёзные вещи, вспомнил. Я говорю, «Хорошо, давай помолимся с тобой, давай помолимся». Мы помолились, он уже вот третий раз за собой не свежился, какое Бог чудо сделал, когда у меня буквально, как свалилось с меня, как снялось, как выйдет, и вот он такой счастливый и радостный. Мы можем сказать, что может быть наследие наших предков, там кто, что они делали, нас действует на эту исправимую. Это стоит принести Богу, стоит перед Богом занять правую позицию и он нас снимается. Но то, что мы сейчас испытываем как дети Божьи, которые привели в своё прошлое, это зависит только от нас. Наши отношения к Божьим повелениям или наставлениям определяют нашу жизнь. Исайя так говорит, 48-18 стих, «А если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские». Если бы ты только внимал моим заповедям, то у тебя был абсолютный мир. Причём, говорит, такой аллегории, как река, большой мир, который, знаете, это не нужно, куда бросишь камень, сразу муть видно, всё помутнело, никакой радости нету. Когда ты на реку бросаешь камень, он только раз, волны сомкнулись, и всё, сегодня, кстати, стих, он рассказывал, они сомкнулись, и как не падал он туда. Бог говорит, «Если бы ты только внимал заповедям моим, то мир твой видны как река. Мир этого же и состояния, о чём мы больше всё мечтаем. Когда у нас какие-то размолки, когда у нас непонимание, когда у нас непонимают дети, или наши родители понимают, нам кажется, вот бы, вот бы успокоиться сердцу моему, вот бы как-то, что-то такое, что-то примирило все эти конфликты». Бог говорит, «Завтра ведь Божия примиряет». Он говорит, «Если ты внимал, мир бы твой был, потому что ты поднялся над этим. Это не доходило до твоего сердца, что тебя горько стало. Это не доходило бы до этого, потому что у тебя была бы эта глубина, у тебя было бы то, что покрыло бы всё это, как не падал туда камень». Вся история человечества полна или блаженства, или потрясающей трагедии зависит только от одного принципа. Внимали ли люди с заповедением Божьим или нет. Единственное, я заявляю авторитетно, единственное, посмотрите историю, пожалуйста, вообще от начала. Единственное, что ответляло людей, их состояние, государство, народу, людей лично, это отношение к Слову Божьему. И об этом много раз говорится в Библии. А мы, как в Владе, это не видим. Мы какие-то теории выдвигаем, какие-то, не знаю, гипотезы, вот оно счастье, вот оно панацея духовности какой-то величины. Бог говорит, оно в простом и для ребенка, и для взрослого, и для грамотного, и не очень грамотного. Оно в том, пожалуйста, послушай меня, я дал тебе доброе наставление, я дал тебе для добра. Не говорю, Господи, что-то как-то простовато, но все это. Ну, что-то такое, знаете, такое умное, какое-то такое, что-то звучало так, чтобы аж уши вяли. Бог говорит, нет, это просто. Это все просто. Пока мы с вами находимся на земле, где действуют причинно-следственные законы, мы всегда пожинаем то, что мы посевели. По-другому не бывает. Не обвиняйте никого. Мы всегда имеем то, что мы, потому что мы личности, мы имеем строение. Бог сделал так, что мы не зависим от чего-то. Все зависит только от нас и Бога, нашего Создателя. И вот я читал Неемия, и Неемия как-то сокрушается, вспоминает всю историю Израиля, когда они вышли, когда же они восстанавливали храм, вспомнили всю историю, и он говорит там такие сильные слова, это начиная с 9 глава, 29 стих, 37-го. Он говорит, ты напоминал им, то есть отцам, обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповеди твоих и отклонялись от устава твоих, кто им жил бы человек, если бы исполняли их. Их ребят взял упругим, упорным, и шею взяли, держали упругой, не слушали. Бог все равно милует их, говорит, он, но считая их обращение, ты медленно многие годы и напоминал им духом твоим, через порогов твоих, но они не слушали. Глупо не слушать. Народ Божий, это же завет с Израилем, с его народом, но они не слушали, и ты передал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию твоему ты не истребил до Отца и не расставил их, потому что ты Бог благий и милостивый. И ныне Божий наш, Божий великий, сильный, страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым перед лицом твоим все страдания, которые посидло нас, царей наших, царей наших, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ твой, одни и царей ассирийской до сего дня. Слушайте, вот когда начинается перемена, вот что говорит Евгения, во всем постиг же в нас живный шрифт, ты праведен, потому что ты делал по правде, а не виновный. Вот когда возможно перемена, когда вдруг мы начинаем по милости Божьей, по милости все ставить на свои места, Господи, хоть немного страдали, пусть не будут малыми страдания, Господи, но во всем, что было, ты праведен, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши, и отцы наши не исполняли закона Твоего. Вот суть. Вот в чем дело. И не унимали заповедем Твоим, и напоминанием Твоим, которыми Ты напоминал им, который им и в царстве своем, в великом добре Твоем, самая прекрасная земля на земном шаре, чтобы понятно было. И он говорит, что в царстве Твоем, в великом добре Твоем, который Ты давал им, и на обширной, и тучной земле, которую Ты отдалил им, они не служили Тебе, и не обращались возле их дел Твоих. Казалось бы, все сделано. Все, радуйся. Сиди под своей смуховницей, наслаждайся своей женой, своими детьми. Наслаждайся и радуйся всему. Они сказали, но они не служили Тебе и не обращались возле их дел своих. И вот дальше следствие. И вот ныне, и вот мы ныне рабы на той земле, которую Тебе дал Отцам нашим, что и питаться ее плодами, и ее добром, вот мир рабствует. Бог дал им выбора из-за потери, и вот теперь мир раби. Господи, как нам тяжело, Господи, как нам плохо. Он говорит, ну я же вам столько раз говорил, что бы я так? Не верили. Да ладно, что там послушать Бога? И тут, посмотри, как языческих народов, как они живут, и все хорошо. Мы даже их жертвенники притянули, поставили, не помню имя, зря, из Дамаска ты не жертвенник поставил вместо жертвенника, который сделал Соломон. Что ты, Господи, говоришь? Вот история, вот люди, вот они как живут. Сказано, они не служили Тебе, и поэтому мы ныне раби на земле, которую Ты дал Отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром, и его мироволепствием. И произведение Своим, она во множество, приносит для царей, которым Ты поклонил нас за грехи наши, и телами нашими, и скотом нашим, они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении, нам сказано, и душами нашими владеют они. Говорите, сестры, может, вам это что-то напоминает? Я как-то разговариваю с этим человеком, она говорит, а ты знаешь, под кем это цифровка? А ты знаешь, под кем это логи? Ну, большая логи. Я помню, когда за оформление земель все с ними логи, сын Янукович, это были пословные деньги, там такие были суммы. А ты знаешь, под кем это? А ты знаешь, под кем это? Вот она причина, несчастье. Вот она где. Вот они снимают эти деньги везде. Я думаю, что, братья сестры, наша жизнь, христиан, вообще от них зависит. Я дальше немножко скажу об этом. Но, в принципе, которые мы почитали, они действуют сегодня. Иногда говорят, когда Бог откроет глаза, говорит, Господи, хорошо, что взял деньги, а не здоровый. Или пожалеешь Богу, отдашь полицейскому. Так часто бывает. Помню, когда читал Вагимск, хочу знать, и он там говорит, что, говорил о щедрости, и в одной церкви там сидели братья и сестры решали вопрос, нужно ли, не нужно сделать ремонт церкви. Один там человек, который имел что-то, в общем, говорит, еще рано делать ремонт, еще построить рано, и в другой раз кусок шкатурки, бах ему по голове, как штукнул. Он говорит, Господи, даю сто долларов. Из зала такой голос, Господи, ударь его еще раз, он может дать больше. 47-й сик, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изумении всего, ты будешь служить врагу твоему, который пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всем недостатке. Он возложит на шею твою жизнь, но я думал так, что измушит тебя. За то, что ты в радости, только от тебя Бог все дал, не чтил Господа, будешь служить другому и будешь все отдавать. И скажите, наша вся жизнь зависит от того, что у нас такая, такая, так нам плохо, хотя, я не знаю, плохо ли нам, потому что я, может, вам плохо, но я никогда так хорошо не жил, как сейчас, вот я тоже уже, вот в этой двери 65 лет мне будет, вот, я помню все годы, те, которые в мире жили, когда, когда не было хлеба, когда мы стояли пацанами на станции железнодорожной, дадут ли, дадут нам, когда, когда я помню уже, когда пошла, уже где-то 90-е годы, и нас, я уже рассказывал об этом, у нас по селу ездила подвода, лошади на подвода, и по селу разводили хлеб, и мой отец стоит и плачет, такими словами, говорит, когда такое было, чтобы мне под дом хлеб подвезли, когда такое было, то есть мы неплохо живем здесь, сестры, когда, когда в магазине вообще, и мы даже, или многое, ну, не все, но многое можно купить, купить в своем магазине, поэтому мы не знаем, что нам очень плохо живется, но есть, когда мы действительно в другом состоянии не славим Бога, в другом состоянии не славим Бога, в другом сказке, будешь служить в другом твоем, который посчетный тебя Господь в голоде, и жажде, и наготе, и во всяком недостатке, так что измучить тебя за то, что ты не служил Господу Богу твоему весельем, весельем, радостью, сердце, призублению всего. Мы, люди, мы все такие, мы общим, мы удовольствием, вместо благодарности, когда есть много, чтобы благодарить нашего Господа. И вот, однажды, Бог говорит о израильском народе, который, буквально после золотого века, израильской рода, когда золото считалось ничто, когда его тоннами привозили каждый год в Израиль, когда его вложили где угодно, когда же некуда было его употреблять, Соломон щиты сделал, здоровый, огромные щиты, такие сделал, из них сделал, большие и маленькие, и вот потом и глобоклонство до Соломона, нарушил заповедь на счет того, с кем можно жизнь соединять, и потом его сын Иван вступил на царство, и тут есть такие слова, второе публино, второе публино, 12, 8, 9, однако же они по услугам его, то есть экипетского, чтобы знали, какого служить мне и служить царством земли, чтобы видели эту разницу, что значит служить мне, и когда даже бывает там, где-то там предлагают нам что-то на дело Божьей пожертвовать, мне так, ооо, да у нас так мало, Бог говорит, пожертвуешь в 10 раз больше, только не туда, отдашь намного больше, только не туда, и Бог говорит, и Бог говорит, и Бог говорит, и Бог говорит, они по услугам его, чтобы знали, какого мне служить и служить царством земли, и пришел с усаким за египетский Иерусалим и взял сокровище дома Господнего и сокровище дома царского, все это тонны золота, не знаю, о чем мне вывозили его, и взял щиты золотые, которые я взял в Сумон, вот это, когда мы восхищаемся, ну там буквально все рекой, тежет Израиль, и каждый пытается как-то уводить, что-то дать, что-то подарить, и все это, ладвину, и там Сависса Саровская везет, там тоже, ну кто знает сколько, и это в один момент, в один момент забрали, к хену, это даже не сирийский цар, царь египетский пришел и все это забрал, Бог говорит, что вы знали, как служить мне или служить этим царям, и тем людям, кто ее вглубь. Межалом все на неравенство, на несправедливость, но в нашей жизни, Господь говорит, что все зависит только от того, как они относятся к нашему Господу, только от этого. Часто можно услышать возмышления христиан о том, что действительно кто-то там владеет всем богатством страны, кто-то загребает все, такие джинджиши, но я думаю, что для христиан, для нас сегодня достаточно того, что Бог нам дает по тому правилу, которое Господь, если вы имеете одежду и пищу, вы можете иметь, быть абсолютно что вы имели где жить, чтобы мы славили Бога, и если мы действительно следуем Его Слову и служим Господу, как Он нам сказал, мы всегда будем испытывать добольство и радость. Я мой, это его динфемия, я знал одну женщину, она жена в Штамовской области, в Новоград, там, где такого, от Новограда, Волинска, и просто мне рассказывала одна сестра, к которой мы молодежью еще были, она рассказывала, я не помню, как звать, что я забыл, и она говорит, в ее дом никогда не запирался, вот придешь, там просто, есть такое название, крямка, в этом селе, нажимаешь и открываешь двери, там никогда не было замка, и это был самый счастливый человек, она столько многим людям помогала, она столько много делала, при всем там, что ничего не имела, там нечего поваровать в том доме, ну что нам драть, ну что лавы ездить, лавку деревянную оттуда везти, и что, я знаю, вот какая мебель была в нашем детстве, там нечего поваровать, и когда христиане возмущаются, я думаю, что они просто, это слепота, что нас мало, сегодня Андрей Пфюдик, у нас на проповеди, когда, он же говорит, если не купишь там, восьмой, айфон, я даже не знал, что он же восьмой, если этот понятие не имел, вот, так, в общем, я почку подам, что ли, такое вот, вот такая слепота, вот такое, знаете, какое-то такое поклонство у людей, а для народа Божьего, Бог говорит следующее, чтобы Господь благословить нас всяким достатком, независимо от того, как кто поступает, конечно, хорошо, если в состоянии законы, поедите, пожалуйста, на Саркут, когда там как-то закон всеми уважается, как-то легко на душу, правда, и как-то вы чувствуете все равно в атмосферу, атмосферу, или когда вот это такое, знаете, вот такое грязное, что мы, оно на нас действие, но по большому счету, наше благословение и благосостояние, или вот состояние нашего духа, этого не зависит, Бог говорит, израильскому народу, знаете, хорошо, это место наизусть, ответил глава 10 стих, Малахи, «Верезите все эти стихи в дом фонилища моего, чтобы в доме моем было пища, и хотя в этом испытайте меня», говорит Господь, Савлог, Бог даже предлагает, ну, не верите, вам не надо было верить, но не верите, ну, испытайте, ну, вот как и он, поставьте, ну, сделайте то, что я сейчас скажу, ну, испытайте, Бог говорит, да вы такие святые, мы такие, как мы будем тебя испытывать, Бог говорит, ну, ты же не веришь, ты же вообще не веришь мне, ну, хоть испытай меня, в 10 стихи, все десятины, в доме моем, что доброе, пишет, и хотя в этом испытании, говорит, Господь Савлог, не открою ли я для вас отверстий небесных, отверстий небесных, и не изолю ли на вас благословение до избытка, Бог говорит, изолю, честных, неворованных, невотнятых, мы же размышаемся, тут все отнимают, все воруют, Бог говорит, мне хватит и неворованных тебе, я найду для тебя, ну, точно найду, не надо тебе будет поспать нечестно, закон обходить, я найду, и мы все знаем, что это так, а когда уходит до дела, мы как-то, мы, может, было как-то, как в нашей жизни, а сейчас не будет, не получится, друзья, вот я сейчас хочу сказать очень важную, для меня это было очень важной, такую мысль, Бог невзависимо от того, что происходит вокруг, имеет дело с нами лично, мы лично имеем право иметь с Богом, который все создал, который из ничего создал жизнь, из ничего создал материю, который из ничего может дать вам все, вы имеете дело с Богом лично, независимо в какой стране живете, какая там коррупция, что там происходит, какая неправда, какая злоба, мы имеем дело с Богом лично, и думаю, что мы все это знаем, Он лично наш Бог, со всей своей силой, со всем своим могуществом, богатством и властью, Он наш Бог, на что нам жаловаться, я думаю, что мы сегодня в этом подумаем очень серьезно, у нас наилучшие, у нас блестящие перспективы, Он наш Бог, пользуйтесь этим богатством, ну просто пользуйтесь им, слушайте Его, верьте Ему, доверяйте Ему, Он не подведет, мы можем подвести, Он не подведет, Он слова не нарушит, Он неправды не скажет, Он ваш Бог, и Он вам предлагает, нам предлагает, самые лучшие, вот Он, поэтому я могу говорить, я буду говорить о самом большем властье, потому что Бог вывозил себя в Своем Слове, показал себя, и дал предложение, и дал наставление, мы действительно можем не стать в настоящем, в большейшем мире, хотя вокруг все так плохо, как нам кажется, как мы его видим, как мы видим, мы это не правильно видим, но мы так видим, Бог может дать нам настоящий мир, хотя вокруг все очень плохо, и вот что Бог говорит, как люди, это как верующие, написано в Исаии 57, 21, что нет мира нечестивым, и действительно нету, потому что Бог говорит, говорит Бог мой, или 59, 8, пути мира они не знают, и нет суда на сезях их, и пути их искривлены, и никто и души по ним не знает мира, это действительно правда, если у нас нет мира, мы не на путях правды, мы не слушаемся то, что Бог говорит, мы, может, слушаем, может, читаем, но мы не верим, потому что мечтали, что если бы ты не во западе моем, то мир твоей беды как река, и правда твоя как волны в Москве, а у любящих Бога, совсем не так, совсем по-другому, Псалом 36, 9, 11, ибо делающие зло истребятся, упывающие же на Господа, наследуют землю, еще немного и не станет нечестиво, и все эти вои, неправедные, как вы там не называете их, кто такие, их скоро не станет, но мы уже видим многих, как казалось бы, все было, вся была, все, и все, и ничего, а в праведнику все, все сердце на месте, потому что Бог контролирует, и еще немного и не станет нечестиво, посмотришь на место его, и нет его, а кротки наследуют землю, и наследуются множеством мира, я сейчас, буквально сейчас вспомню, я тренировал, когда-то в проповедь, вот я когда-то говорил, у нас был один человек, в Давницкой церкви, он работал в местном дате, в Давницком, и он там, его так, ищевили там, и тот, и другой, и ответил начальник, говорит, мы с тебя там видим, мы тебя там, и то, и то, и то, и мы тебя, в общем, там такие угрозы, он говорит, одного не стало, другого не стало, третьего не стало, четвертого лежал, а я есть, ну да, я там мясом делаю, но я есть, и все у меня угрожали, говорит, а я сейчас ни одного из них не вижу, это не снотравно, что так бывает, и Псалом 36, 136-16-19, малые у праведника, лучше богатства многих нечестивых, давайте вспомним этому, ваши малые, лучше богатства, ну, не одного, а многих унигархов, потому что она праведная, потому что она от Господа, потому что он богат, и оно способно вас удовлетворить, поэтому малые у праведника, давайте поверим этому, малые у праведника, лучше богатства, малые богатства, многих нечестивых, это как вспоминаю, вот пришли там люди в храм, и там такие мешочки, там золото, там вложили там в храме, а бедная дверь лепты, и Бог говорит, это она поступила, как самая богатая, Бог это заметил, ну, это другой контекст, но с бойцами Бога говорит, малые у праведника, и больше, я даже скажу больше, и эти, которые малые, имеют праведники, они могут больше добра этим малым сделать, чем эти богатые люди, и доброго сделать, и какого-то такого, чтобы людей поднимет, ободрить их, восстановить их, это правда, я думаю, мы сами это испытывали в нашей жизни, и помнишься нечестивых сокрушатся, а праведнику подкрепляет Господь, всегда подкрепляет, Господь знает, не непорочных, и достояние их прибудет век, не будут они постыжены, Бог говорит, слушайте, Бог говорит, не будут они постыжены, и во время лютвия, и во дни голода, будут сыты, Бог говорит, это правда, мне говорят, Господи, а разве так можно быть, Бог говорит, ну тогда я буду говорить вам, Бог не клянется, поэтому Бог клясться самим собою, а мы не доверяем, даже не знаю, почему, даже я не сейчас, не в ком-то, я даже не знаю, почему я часто не доверяю Бога в этом деле, в этих обществах Божьих, почему мы не можем иметь радость, имея при жупом достатке, потому что Луки 12.15 написал так, что передо мной сказал им, смотрите, берегитесь в любостяжание, то есть стяжательство, ибо жизнь человека не зависит, счастье человека, радость не зависит от изобилия его имения, они сами это знают, сколько бы мы не имели, мы радуемся этому, ну максимум неделю, а потом, ну есть и есть, но сердце наше греется от другого, для того, чтобы быть счастливым, не обязательно иметь много, я когда думал, я вспомнил, что когда-то монахи, и сегодня есть некоторые монахи, которые дают обет бедности, нам смешно обет, правда же, мы же пришли с бедностью, причем здесь там, что вы имеете, в угроженном вето, в сердце, в отношении к Богу, все мы понимаем, но я подумал, а почему они это делали, ну они почему-то же это делали, ну они же не все были глупые люди, они же как-то пытались Богу угодить, они же какие-то мотивы находили, какие аргументы находили, хотя я не удобряю там, вот этого подхода, но я думаю, что они видели, они видно понимали, что богатство развращает, и сказать, Господи, мы от этого искушения уходим, мы лучше будем бедными, но мы не хотим, чтобы наше сердце было развращено, и я думаю, что это двигало ими, потому что они понимали, что имея пропитание и одежду, можно послужить Господу и ближним, и так дальше. Наверное, вы слышали, те, кто давно уже в вере слышали, он давно как-то, я слышал его, примерно, у одного сапожника, у него было где-то там 8 детей, он такой бедный, хлебает, шьет эту обувь, там, жил в полуподвале, хвоточка открыта, и счастливый поет, и дети там хлебушек поимели, что-то там позавтракали, все-таки не упровалось, что-то есть, и он поет, и поет, и поет, и поет, не то, что там специально поет, чтобы продемонстрировать, как мы часто демонстрируем, христианскую радость, а просто поет, потому что на сердце хорошо. А мимо проходил, постоянно в свет, там, по тротуару, возле этого полуподвала, входил там один богатый человек, а ему не поется. У него вроде и все есть, для жизни все, а он переживает, а как же будет, а как с моими деньгами, а как правильно распродиться, но его не поет в сердце. Он сначала просто так смотрел на этого, поющегося, Походим мимо так Поющего сапожника А потом его начал доставать Потом его начал это злить Вот его нет радости, а его есть И что я сейчас думаю такое, что Извините, даже ведущий нас задевает Кто-то такой счастливый Ну лицемер Ну вот, ну вот Скорчит из себя там такого гиперсвятого Святого высоконакала Он ходил-ходил Ну что делать? Ну как это со мной? Как я, чтобы он не пил? Он взял мешочек, мешочек, и туда форточку Та, скинул там И пение стихло Затих сапожник Не пьет Он посмотрел на эти деньги Ну откуда они? Ну просто так же, кто-то не бросит А вдруг это ворованное, кто-то бросит А вдруг сейчас полиция придет И он бедный день, два, три Сидит и сон-то не идет Как-то, как-то тяжело стало на душе Он так промучился, не знаю, сколько Я сейчас не помню Потому что я ему был Он за этот день Еще только раз в форточку И запел Запел по-настоящему И это потому, что наша жизнь Зависит от этого Наша жизнь совершенно не от этого зависит Она зависит от того, как мы относимся К Слову Божьему Мы верим ними Богу Дворяем им, что Бог говорит Что вы сами Счастливые люди на этой земле Потому что у вас И настоящее, и будущее есть И даже если сегодня Ваша жизнь закончится Вы сами Счастливые люди на этой земле Поэтому какие-то капитализмы Какие-то ужасы Которые нам рисуют Апокалипсисы Что же там рисуют Это не пугает нас Мы-то Божьи Мы-то юнкой надежим Итак, все наши беды И радостью от того Что мы не слушаемся Бога И не слушаемся его наставления Люди не верят Что Бог говорит правду Да что там люди Христиане часто не верят Богу Мы часто не верим Богу Я часто не верю Богу Что Бог говорит правду И его дети часто не верят его слову Не интересуются его учением Если читают То читают невдумчиво Просто так Чтобы как-то Ну совесть была свободна Невдумывается так Чтобы просить Бога Что Бога твою истину И проследовать эту истину Вместо этого Мы придумываем Всякие небелицы Слушаться Бога Мы хотим Мы хотим что-то такое Знаете Эксавагантное Что-то такое Какую-то такую мысль Сейчас бывают книги такие пишут С такими названиями Что как-то нас заинтриговать Что-то такое Вот она истина Вот она Но этого никто ее не знал Все были тупые Вот сейчас Вот она истина Но дело так не обстоит Бог всегда учит своих детей Всегда истина Очевидно в слове Божьем Иеме 9.12 И с ним сошел Ты на гору сена И говорил с ними С неба Бог говорит с неба И дал им суды Справедливее Законы верные Уставы и заповеди Добрые Я хочу поставить Доверение Бог дал нам Добрые заповеди Уставы верные Дал нам Бог Но они Отцы наши Упрямствовали И шею свою Держали упругу И не слушали заповеди Вот она Причина всех проблем Бог дал суды Справедливее Уставы Заповеди добрые Но мы Упрямствуем И шею свою Делаем упругу И чтобы не подчиниться А потом Мы им Кого угодно Поменяйте Мне обстановку Поменяйте Мои местные работы Поменяйте Моих соседей Меня родители Не понимают Меня жена Не понимает Меня муж Не понимает И что угодно Мы говорим Хотя У всех этих Институциях Есть наставление Как поступать И будет Что хорошо Везде Есть написано Если их не Вначале То ты Пожалуйста Останься В своем месте Будь кроткий И кротость Сломает Ну Всякие Такие Мужья Как жены Божьи Как должны Любить А мы Этому Не верим И поэтому Я хочу Сегодня Поставить Нам в конце Тва вопроса Послушание Оно является Важным В глазах Божьих Или нет Вопрос Не в том Мы не слушаемся Не доверяем Потому что Не слушаемся И не пытаемся Даже слышать Не то что слушаться А слышать И потом Мы не доверяем Потом не поступаем По истине Я хочу напомнить Место Которые мы хорошо знаем Помнить Когда Первый царь 15-22 И отвечал Самуил Неужели все сожжения И жертвы Столько же приятные Господу Как послушание Глазу Господа Как послушание Его слов Этому Или устно сказанному Или через пророка Сказанному Послушание Лучшей жертвы И повыновение Лучше Дугавнов И второй вопрос Тоже Ставлю себе Уперед Его Потом Каждому Из нас Каковы Последствия Не следовать Божьим Наставлением Отвечаю Место всех Ужасные Там весь ужас Это вся жизнь Не туда Вот это туда В колечках Не туда Это Разрушение всего Это трагедия Личное Семейное Трагедия Общества Трагедия Церкви Если хотите Мы там программы Думаем Как сделать Поднять церковь Мотивировать Что она такая Такая И мы пытаемся Много чего делать А Бог говорит Не туда Не то Слушайте Слово Моего Просто Слушайтесь Я сам учу Братья и сестры Когда мы Не слушаем Слово Божьего На что Вообще Можно положиться Что Вообще Можно взять За авторитет Что для нас Будет Действительно Ясно является Авторитетом Если Слово Божье Не абсолютно Авторитет Я Не знаю Человек Кто Запад Он сам Он учился И говорит Ты знаешь Все Три Которые были В эти христианские Сегодня Они не верят Слово Божье Они сначала Говорили Что Библия Вся Слово Божье Потом говорили В Библии Есть Слова Божьи Потом говорят В Библии Вообще Это христианское Не все А когда Учат Сегодня Служители Постолу учат И наставляют Если Слово Божье Не оторитет Тогда Вообще Нечто положится Тогда Нужно слушать Ложь этого мира То бишь Дьявольскую ложь Слушать Свою плоть В основу И делать Свои представления И иметь Соответствующие Последствия Вот наши Представления о жизни Наши Представления о семье Наши Представления о церкви Надо просто Это ставить В основании Если нет Абсолюта То бишь Каким-то Пользоваться Сдваим Умом Мы же все-таки Создание Божье Тогда все Жадкое И относительное Тогда Нигде нет Фундамента На настоящем На котором Что-то Может стоять Но слава богу Это не так Это не так Только Слово Его Есть Абсолютно Истинная Будность Оно Основание Оно Отвес Оно Это Лом По которому Можно все Сверлить И поэтому Мы сами С вами Сами Счастливые Люди Что Мы сегодня Имеем Слово Божье Почему Братья Сестры Вот Хочу Сказать Один Пример Есть Пример Я Не давал Часто Наверное Вы видели Это Где-то В фейсбуке Проскакивало Там Жизнь Иисуса Называется И там Один Общий Человек Он Был В Эфиопии Который Был Коммунистический Режим И там Сказано Что Один Человек Он Пастор Имел призвание На похоронах И вот Везде Где есть Бог Он Идет На проповеду Он Там Проповеду Его Там Не Били И По Всякому И Потом Решили Чтобы Его В тюрьму Посадили Но Он Думает Что Может Хуже Тюрьмы Ничего Поэтому Будут Проповедовать И Тюрьмы Наш Проповеду Привы Режим Был Такой Жестный Коммунистический Акчас В Северной Корее Вот И Он Привыл И Они Казнили Его Чтобы Идут Не Поводно Было Я считаю Это Интересная История В общем Объех Не Было Электрического Стула Не Было А Вот Решили Только Слушно Казнить Верно Плошед Взяли Большое Напряжение Этим Проводами Его Обмотали Всеми Все Раз Тунгер Раз И Все Потухло И В городе Нет Света Они За Его Опять Затянули Тюрьму Естественно Кто Удар Его Все В Тюрьму Потом Дали Приказ Этим Службам Проверить Завтра Чтоб Все Сработало Мы Покажем Этим Нетачопом Сами Сабирина Короче Раз Все Проверили Опять Его Обмотали Тюрьму Не любите Нужно Что Умеешь Живого Обмотали Его Челк И Все Потухло Они Его Уже Ни Чем Идет Сюда Что Здесь Сидери И Он Еле Поднялся Все Таки Ток Он Покударин А Там Один Миссионер С Америки Он Гнаблял Что Это Дело И Он Ей Скажет Куда Ты Идешь Потом По Полз Где Он Пошел Куда Ты Идешь Он Тебе Лучше Это Не знать Ну Куда Ты Идешь Куда На Поху Он Кофе Дайте После Этого Тот Говорит Ну Хорошо Я Буду О Тебе Молиться Говорит И Я О Тебе Тоже Буду Молиться Говорит А Мне О Чем Говорит Я В Свободной Стране Живу У меня Там Ничего Нет Вот Ну Я Очень Коротко И Он Говорит Слушай Скажи Я Скажу Одну Историю Говорит Которого Током Били Пастор Говорит В моей Церкви Была Только Одна Библия И Говорит Говорит Ничего Почитать Я Его Разорвал На 66 Книг И Дал Каждому По Одной Чтобы Они Меняли И Читали И Когда Я Поведал И Я Говорит Слушай Антон Из И Почитал Такое Место Он Читал Говорит У Вас Так Само Станя Говорит Говорит Нет Нас Библия Угодно И Вы Так Не Относитесь Как Мы Относимся Но Нет Мы Когда Молились Собирались Чтобы Не было Нелуны Звезд Чтобы Нас Запишут Помолиться И так Тоже Помолитесь Вашей Стране Но Нет Вас Нам Молиться То Когда Мы Говорим Что Сегодня Мы Все Правильно Относимся К Слову Божьему Братья И Се Неправильно Даже Кроме Электронных Версий Нашей Библии У У У Каждого Дома У У Каждого Дома Мы Не Разрываем Йоши Дать Почитать Кому Нибудь Мы Так Не Трепещено Словом А Нужно Глупить Сегодня Как Никогда Со Всех Сторон Питаются Дискриминировать Слово Божье Вы Сказали Так Было Было Но Сегодня Питаются В этом Я Гуманизме Я Гуманизм О том Что Сегодня Питаются Всеми Силами Подобрать Значение Слово Божьему Например Я слышал Недавно Нассказанный Человек Говорит Что Один Такой Кажется Умный Человек Христианин Который Должен Нож Понимать Он Говорит Ветхи Ветхи Завет Вообще Не Имеет Такого Значения Это История Израиля Это История Евреев Мы Можем Какие-то Глобки Иметь Но Это Не То Что Для Нас Не Имеет Значение И Я Так Подумал Конечно Человек Все Могут Мить Разное Мнение По Этому Поводу Но Я Подумал Почему Иисус Христос Цитировал Ветхи Завет Почему Он Всылал Своего Много Раз Как История Истины Христос Который Автор Этого Слова И Этого Тоже Новом Завете Почему Он На Его Всылался Почему Он Цитировал Или Христос Говорит Исследуйте Писания И Поведуйте Через Вечную А Несед Сто Мне О Чем Он Говорил Он Говорил О Тове Других Писаний Не Сердце Вот Это Я Буду Служиться Дратья Сестры Все Слово Божье Благословенно И Когда Мы Рочитаем То Что Открывает Нам Суть Я Не Говорил Какие-то Ритуалы Какие-то Вещи Что Касалось Нам Обвязание Всего Прочего Все Слово Божье Является Для Нас Истиной Которой Бог Дал Нам Самые Мощные Атаки На Самые Большие Благословения Это Слово Божье И Это Естественно Дратья Сестры Поколебай Нас В главном В то Востепенное Не Имея Значения Тогда Можно Нами Манипулировать Как Угодно Если У нас Нет Фундамента Если У нас Нет Стержня С Нами Будут Обязательно Манипулировать Всякие Люди Красивыми Фразами Красивыми Вражениями Но Если В нашем Сердце Наполняется Каждый Слово Божье Нас Никто Не Поколебает И Это Наше Самое Большее Богатство Это Хорошая Весть Он Дал Нам Заповеди Добрые За Это Поблагодарим Его Аминь Помолимся Господь Боросердный Мы Очень Благодарим Тебя За То Что Ты Не Ставил Нас В темноте Ты Открыл Нам Седя Через Твое Слово Ты Открывался Через Пророков Ты Многократно И Многообразно Говорил Вдревле И Последнее Время Открылся В Сыне Твоем Который Есть Твое Истинное Слово Логос Истинный Господь Благодарим Тебя Я Благодарю Тебя Господи Что Сегодня Я Имею Библию Я Благодарю Тебя Господи Что В нашей Стране Каждый Может Иметь Библию Или Хотя Часть Библии Господи Благодарю Тебя Я Очень Благодарен Тебя За то Что В нашей Стране Много Церквей Где Твое Слово Уведывается Я Очень Благодарю Тебя Господь За то Что Очень Многих Твоих Детей Есть Такое Сильное Трепетное Отношение К Слову Твоему Благодарю Тебя Господь Это Ты Производишь Нас Духом Святым Я Жу Господь Чтобы Никто Никогда Меня Не Обманул Чтобы Никто Никогда Не Мог Отвлечь От Слова Твоего Истины Я Жу Чтобы Никого Из Детей Твоих Никто Не Оторвал Господь Чтобы Никакой Обман Ни Какие Хитрости Современные Не Могли Отвлечь От Твое Слово От Простоты Учения Во Христе Пожалуйста Господь Благослови Нас Ты Сказал Что И Самый Святой Аминь